В старину русский костюм мог рассказать о своем владельце многое. Раскрыть социальный статус, место проживания, семейное положение и даже возраст. Секреты народного костюма и особенности его пошива изучают воспитанницы отделения дизайна одежды и ткани уже пять лет. Вот все, что связано с женскими рукоделиями, тем мы и в принципе за пять лет, которые здесь работаем, занимались. Это было и валяние, мы валяли там какие-то небольшие игрушки. Это было и вышивание девушки, на первых курсах у них были предметы вышивки. Это и народный костюм. Вот наше главное направление – это народный костюм. На базе этого отделения создали образцовый народный творческий коллектив «Краса России». Его участницы уже не впервые пробуют силы во Всероссийском фестивале театров моды имени Надежды Ламановой. И даже дважды побеждали в нем. В очном конкурсе я участвовала на третьем курсе. Тогда я еще только пришла сюда и сразу как бы попала уже на конкурс. Там было очень интересно, так как много модельеров собирались. И очень было много разных красивых костюмов. И как раз опыт из этого мы получили. В этом году фестиваль проходил дистанционно. Возрастных ограничений не было, поэтому мастерицы состязались со взрослыми конкурсантами. Девушки подготовили видео «Времен, связующая нить», где продемонстрировали коллекцию русских народных костюмов Нижегородской, Тамбовской и Белгородской области. Вот мы в этом году участвовали в одной номинации. Она называлась «Исторический костюм». И представляли мы костюм, который принадлежит нашей школе, ее коллекции, и мне в частности, которому практически сто лет и более. Девушки наряжались в этот костюм и показывали композицию. О сроках подачи видео на конкурс коллективу сообщили в последний момент, и времени на подготовку практически не было. Хореография показа была экспериментальной, признается участница «Красы России» Яна Гиреева. Это не помешало девушкам достойно выступить на конкурсе. Народный образцовый коллектив стал призером фестиваля и занял второе место.